А вот такую грид-баню построят за 600 тысяч рублей. Вот ссылка, посмотри, это случайно не твоя баня? Поэтому сейчас я буду звонить этому продавцу на Авито. Точнее, даже, наверное, разводили с Авито. А так зачем обманываете-то? Удачи тем, кто хочет с такими поработать. Друзья, всем привет! С вами канал Живая Русская Баня. Меня зовут Владимир Ефремов. И сегодня будет видео по разводилам на Авито. Нашелся тут разводила на Авито. Мы ему сегодня будем звонить, спрашивать информацию, какую он выложил на Авито. Но мне нужно сначала рассказать вам предысторию, почему мы будем ему звонить. В общем, ситуация получилась следующая. Человек обратился к нам за покупкой Ефремовской бани. Во время разговора, когда ему полностью просчитали саму баню, вот та цена, какая у нас стоит на сайте, это цена самого изделия в цехе. Отдельно доставка, потому что доставляем в разные города. По поводу доставки немного уточню. Ну, у нас доставка с Челябинска в сторону Москвы особенно относительно недорогая. Доставка получается в районе 50-60 тысяч рублей. К примеру, если баню поставить на манипуляторе с одной стороны Москвы и перевести на другую сторону Москвы, если бы в цех, допустим, в Москве был, то такая доставка в Москве стоит в районе 40 тысяч. А доставка от Челябинска до Москвы, до объекта, стоит в районе 50-60 тысяч. Разница совсем небольшая получается. Ну, по итогу человек сказал, слушайте, ребят, я не рассчитывал на такую стоимость, баня получается дороже, я не буду у вас брать баню, потому что у нас такую, не такую, а скидывает фотографию, я вам сейчас покажу эту фотографию, какую он скинул. Вот такую, говорит, баню построят за 600 тысяч рублей. А видно, что это картинка с Авито. Там кнопочки вот эти вот есть, позвонить, написать, что это картинка с Авито. И у меня инженер, менеджер Сергей, который занимается Ефремовскими банями, начал выяснять, а что не так, почему такая баня стоит 600 тысяч рублей, где подвох-то, в чем тут подвох, не может она стоить 600 тысяч рублей. Заказчик ему скинул, Сергею, скинул скриншот, как он переписывался с продавцом этой бани. И покупатель спрашивает, вот точно такая же баня, сколько будет стоить? Ему продавец говорит, 600 тысяч рублей, но с другой печкой. С такой печкой будет стоить 700 тысяч рублей. Ну, дешевле, согласен, 700 тысяч рублей относительно стандартной Ефремовской бани, которая стоит 850 тысяч рублей. И Сергей меня спрашивает, слушай, не знаешь, кто делает вот такие вот бани? Я сначала фотографию посмотрел, думаю, ну, что-то знакомая баня, ну, нет, не знаю, много кто такие бани делает. Он начал выяснять, ему скинули ссылку на Авито, по поводу этого предложения, по этой бане. Если эту ссылку не закроет, то я ее тоже здесь внизу под видео размещу, можете зайти посмотреть. И там фотографии, он мне скидывает ссылку, я захожу по этой ссылке, начинаю листать фотографии, и понимаю, что я знаю, кто эту баню делал. Я вижу руку мастера, кто эту баню делал. Ну, все равно мы, строители бань, общаемся друг с другом, где-то фотографии видим, где-то видео видим. И я знаю, кто так делает бани, и тем более я сразу же увидел знакомую печку. Печка там стояла в этой бане колпаков. Наверное, кто-то знает уже эти печи колпаков. По перегородке сразу же понял, что я знаю, кто эту баню делает. У меня... И с этим строителем бани, который реально эту баню делал, я знаком, у меня есть его номер телефона, мы хорошо общаемся. Его зовут Рафис, он с города Екатеринбурга, представитель компании Бери баню в Екатеринбурге. Я Рафису пишу, я вам сейчас тоже эту переписку сюда скриншотами вставлю, я Рафису пишу, Рафис, вот ссылка, посмотри, это случайно не твоя баня? Рафис пишет, слушай, да, говорит, моя, говорит, баня, а говорит, а что, говорит, это за объявление? Я у Рафиса спрашиваю, Рафис, а сколько у тебя такая баня стоит? Потому что я знаю, что Рафис делает подробные спецификации для клиента, где расписаны все материалы и все работы. И я вам тоже сейчас эту спецификацию сюда вставлю, все покажу. Рафис говорит, ну вот сейчас по нынешним ценам, а цены сейчас очень сильно подорожали, прям значительно цены подорожали. Для примера, даже сейчас цифры приведу. Допустим, прям больная тема, ОСБ, которое мы используем на кровельное покрытие и на полу под сливом, под самим сливом основа идет из ОСБ. Раньше мы ОСБ покупали по 553 рубля, неделю назад я видео снимал, говорил, что сейчас мы уже ОСБ покупаем по 1200, а сейчас мы ОСБ уже покупаем по 1400. Представляете, насколько цены выросли? И так на все, на дымоходы, на печи, на дерево, на саморезы, на все цены значительно выросли. Рафис говорит, что такая баня сейчас у него стоит примерно миллион двести, миллион триста. Рафису говорю, можешь мне дать спецификацию на эту баню? Ну вот твою подробную спецификацию, чтобы людям было понятно. Он мне скинул спецификацию и вот эта спецификация сейчас у вас на экране. И эта баня сейчас стоит почти миллион триста. А люди предлагают эту баню за 600, ну вот с такой вот печкой за 700 тысяч рублей. Судя по всему, им какой-нибудь, наверное, тибетский лама открыл страшную тайну, как баню построить в два раза дешевле. либо эти люди сами доплачивают и за материал, потому что здесь только материала более чем на 800 тысяч у этой бани. И, видимо, за работу они сами монтажникам платят. Я не знаю. Но, видимо, они какую-то страшную тайну знают, которая известна только где-нибудь в тибетских горах. Мы эту тайну не знаем, к сожалению, чтобы за эти деньги построить баню. поэтому сейчас я буду звонить этому продавцу на Авито. Сначала узнавать, как совсем не знающий человек, сможет он мне построить такую баню или нет. Я сам нахожусь как будто где-то в командировке и мне нужно, чтобы когда я приехал, мне эту баню уже построили. Постараюсь это делать без своей любимой буквы R. Немного буду тупить, но постараюсь сделать это без своей любимой буквы R, потому что зайдя к нему в профиль на Авито, у него сейчас размещено одно только объявление, но еще 60, по-моему, объявлений уже скрыты, но в них можно зайти посмотреть. Я зашел туда, посмотрел и я увидел как минимум половину бань, которых я знаю, которые есть на Авито. И эта баня, которая вот на этой вот сейчас вот картинке, ну прям вот на Авито, которая выложена, на эту баню даже есть видеообзор у Рафиса на канале Бери баню Екатеринбург, канал называется Бери баню Екатеринбург. Он там все рассказывает. Баня простая, там ничего, никаких наворотов в этой бане нету. Там обычный ленточный фундамент, бетонная чаша, даже нету теплых полов, отмостка сделана, сруб изрубленного бревна, никакой особой мебели нету, ну лавка только в моечном помещении, печка хорошая стоит, которую Рафис сам производит, но по большому счету это обычная, самая простая баня, можно сказать, в минимальной комплектации. Ну, ничего там такого необычного нету, и стоит она миллион на 300. Поэтому, после того, как я с ним начну разговаривать, как просто человек, который заказал баню, я начну ему задавать более уточняющие вопросы прям по этой бане. Как там, что сделано, какой фундамент, почему такой фундамент сделан, сколько будет с такой печкой стоить, из чего сделаны полки, какие двери, какой пол, в общем, подробненько поговорим. А потом я скажу, кто я такой, и скажу, что его сейчас номер телефона узнал, узнали все зрители, которые смотрят это видео. Так что, погнали открывать это объявление, смотреть номер телефона и звонить этим разводилом. Вперед! Что-то я даже волнуюсь, кофейку себе налил. Все, давайте, погнали, звоню. Номер недоступен. Оставьте сообщение на автоответчик. Так, пока номер недоступен. Ну, ничего. Мы подождем, перезвоним чуть-чуть позднее. Пришло сообщение, что абонент появился в зоне действия. Еще разочек. Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то гудка нету. Номер недоступен. Оставьте сообщение на автоответчик. Опять номер недоступен. Ну, видимо, где-то вне зоны действия едет, так что мы подождем, пока он появится в зоне действия сети. Надо созвониться. Ну, что, у нас очередная попытка дозвониться. Посмотрим, ответит или не ответит, или так телефон и будет вне зоны доступа. звоню. Ну, давай уже. Ну же, ну же. Где гудки? Номер недоступен. Оставьте сообщение на автоответчик. Так. Номер недоступен. Ну, попытаемся, конечно, еще дозвониться, но номер телефона вы сейчас видели. Если хотите, можете попробовать дозвониться сами. Но тут, в принципе, особо все ясно. Я даже сейчас прошелся, еще посмотрел по тем объявлениям, которые закрыты в Ютюбе, ну, у которых срок вышел и закрыты там. Там все объявления, все фотографии либо Рафиса с Беребани, либо еще знакомых строителей. Поэтому человек где-то фотографии насобирал и выставил эти объявления. Спецификацию я снизу тоже обязательно сделаю. Да, сейчас вы ее на экране, в принципе, эту спецификацию видите. я ее сейчас на телефоне открою, немного по ней пробежимся. Смотрите, где мне Рафис, вот он мне скинул спецификацию. По этой спецификации получается стоимость материалов 835 тысяч 146 рублей, только одних материалов, а они предлагают построить баню целиком за 700 тысяч рублей. И стоимость работ 441 тысяча. Это получается примерно 50% от стоимости материалов. И итоговая сумма по этому объекту получается 1 276 218 рублей. Здесь в принципе даже включены транспортные расходы. Вот можете посмотреть даже здесь спецификации только одни транспортные расходы составляют чтобы это все привести на объект 33 тысячи рублей. Неплохо. 33 тысячи. Это к разговору о том сколько стоит доставка материалов для того чтобы построить баню. В общем пробуем конечно дальше дозвониться. Если получится дозвониться вы сейчас это увидите дальше в видео. Если видео заканчивается значит нам так и не удалось дозвониться этому продавцу с авито точнее даже наверное разводили с авито Алло Я просто в дороге сейчас тут проезжаю Понятно можете остановиться чтобы узнать а то не могу дозвониться не как до вас Что там интересует Баня такая темная на авито Давайте я вам перезвоню чуть позже во сколько Да у меня тоже связи не будет я поэтому и хотел узнать во сколько чтобы у меня телефон был включен в районе 650 тысяч такая выйдет 6х4 размер и 3 метра терраса там около 650 это что туда будет включено фундамент труп полы потолки двери окна крышка вот работа печка что у нас там ну течение потолков кроме света вот это это входит покраска не входит а печка какая да печка в районе 50 тысяч будет ну там разные есть я вам вариантов кину выберем а эту баню вы где делали это делали самаре да а сколько сколько как долго делаете в июле этапы оплаты как 20% предоплата 10% спонсор экзамерса и 50% после того как завещем весь материал и 20% после издания объекта а что-то подписываем не подписываем бумаги работаем по договору ага давно делаете баню ну да давно делаете понятно а хотел узнать я по-моему такую же баню видел на где видео это показывают в ютюбе это ваша баня не вот так вот еще по фото я увидел что печка там стоит этот колпаков вы их ставите что-ли ну на фото печка колпаков стоит а по вентиляции что там есть по вентиляции я видел там вентиляции еще есть но понятно понятно а фотографии фотографии то зачем воруете у других эту же баню делал рафис Екатеринбурга а меня наверное вы сейчас тоже узнали это Владимир Ефремов не узнал не узнали меня да ну наверное меня знаете не знаете но вас сейчас весь youtube будет знать а знаете сколько денег на материалы на такую баню уходит у меня на нее спецификация есть 850 тысяч только на материалы я тут рафису позвонил скинул вашу ссылку и вообще ваш авито посмотрел у вас там все объекты от компании бери баню фотографии стоят что что вы говорите а у вас там 61 объявление закрыто и все посмотреть можно так зачем обманываете то рафису знаете фотографии его берете да ну а рафис об этом знает нет так он сам с вами поговорит он сам сегодня хотел вас набрать уже ну давайте тогда в вашем нелегком бизнесе обманывание на авито удачи счастливо вот таким вот образом ребята разводят на авито сначала говорят что сами баню строили в самаре потом говорят что оказывается уже и рафиса знают и делают все прям вот в эти деньги все войдет удачи тем кто хочет с такими поработать а я на этом прощаюсь палец вверх и всем пока надеюсь его слышно было потому что звук был достаточно плохой хотя на громкую связь оставил так что палец вверх и всем пока